Для нас большая честь принимать его здесь. Надеемся, многому у него научиться. Как говорит Садгуру, блаженство. Спасибо, что пригласили меня. Я сам никогда не посещал университет, поэтому спасибо за такую возможность. Намаскарам, намаскарам всем. Добрый вечер, Садгуру. Меня зовут Аюш Бат. Я учусь на втором курсе магистратуры. И первый вопрос, который я хочу вам задать. Все студенты нашего университета хорошо успевали в учебе. И поэтому мы смогли поступить в этот университет. И даже немного смешно, что нам не устаёт повторять, что мы чемпы. Кто? Чемпы. Чемпионы. А, чемпионы. Да, некоторые из нас были лучшими в своём штате. Такие слова нужно произносить как следует. Мне послышалось «чимпы». Чимпы — это шимпанзе. Я уже начал думать, что это такое. Это же шаг назад в эволюции. Значит, вы чемпионы. Вы говорили о том, насколько процентов различаются ДНК человека и шимпанзе. Некоторые из нас были лучшими в штате, другие — лучшими в стране. Но университетская система построена так, что лучшим будет только один студент. Все остальные... Мы не получим этот значок и не будем принимать поздравления на сцене. В университете многим из нас впервые в жизни довелось получить плохие оценки. И поскольку система устроена таким образом, как нам справиться с этим стрессом? Это что, распространенная проблема? К сожалению, для вас все началось немного раньше университета. Начиная с самого первого дня в детском саду, люди всегда спрашивали «Ты первый, второй или третий в группе?» При этом мама не спрашивала, как успевают другие дети. Она спрашивала «Ты лучше всех или нет?» Для того, чтобы вы были лучше всех, остальные дети должны быть хуже вас. Если единственное удовольствие в вашей жизни — это то, что у других дела идут хуже, чем у вас, это очень плохой способ жить. Что ж, некоторые вещи у нас получилось сделать с усилием, потому что мы находимся в режиме конкуренции. Конкуренция означает, что для вас самое главное — быть лучше других. Это очень плохой способ жить, потому что каждый человек несет в себе свою собственную нераскрытую гениальность. Современная трагедия человечества состоит в том, что более 90% людей пройдут через всю жизнь и сойдут в могилу, так и не затронув своих врожденных талантов, какой-то профессии и к тому, в чем они компетентны и на что способны. Потому что их всех пропускают через одну и ту же систему. Если пропустить что-то через экструдер, вы же не технарь, да? Изучайте литературу. Когда пропускаешь что-нибудь через экструдер, все изделия выглядят одинаково. Некоторые могут оказаться поярче, но это другой вопрос. Когда вы пошли в детский сад, вы попали в ясли вместе с другими малышами, да? В самом начале. Ясли. Это как питомник с рассадой. Это означает, что жизнь нуждается в уходе, а не в формировании. Потому что каждая жизнь уникальна. Каждая жизнь — это возможность. Хватит ли у кого-нибудь терпения и желания, чтобы раскрыть эту возможность? К сожалению, нет. Ни родители, ни преподаватели, ни большинство взрослых в мире не обладают необходимой приверженностью к тому, чтобы взрастить отдельного человека, до его наивысших возможностей. Все торопятся. Так что мы пропускаем ребенка через некую систему, чтобы получить изделие, пригодное для какой-нибудь работы. Прежде всего, мы должны решить, к чему мы хотим прийти, что именно мы хотим сделать со своей жизнью. Вы еще молоды, и, возможно, эта мысль никогда не приходила вам в голову. Но позвольте мне напомнить вам. Мы как раз говорили об этом в другой аудитории. Все мы смертные люди. Не так ли? Вы смертны или нет? Я благословлю вас на долгую жизнь. Но вы смертны или бессмертны? Это означает, что вы ограничены во времени. Мы не можем управлять временем. Оно течет для всех нас в одном и том же темпе. Да или нет? Вы со мной не разговариваете, что ли? Течет ли время одинаково для всех нас? Да. Оно утекает. Сиди здесь. Мы можем думать, часы тикают, время уходит. Нет. Уходит ваша жизнь. Это так. Это справедливо для каждого из нас. Может быть, у вас побольше времени, чем у меня. Но оно уходит для всех нас. Каждый человек, независимо от своих представлений о жизни, хочет по максимуму использовать это ограниченное время. Некоторые хотят съесть максимальное количество пищи, некоторые хотят получить максимум удовольствия, некоторые хотят заработать максимум денег, некоторые хотят узнать как можно больше, и так далее. Но так или иначе, мы хотим довести что-то до максимума. Итак, вам сказали, что если у вас будет образование, вы сможете достичь максимума. И поэтому вы здесь. В каком-то смысле это так. Да, что получив подобное образование, вы сможете максимально проявить себя в мире. Это ничего. Я не имею ничего против этого. Но не стоит забывать, для чего вы получаете образование. Не для того, чтобы выстрелить куда-то и... Можно рассказать вам историю? Это случилось, когда Шинкаранпилай жил в Соединенных Штатах. Он жил там. А его сын, который тоже жил в США, но в другом штате, влюбился в американку, белую девушку, и женился на ней. Шинкаранпилай сказал, «Это край. Мы индийцы. Мы должны жениться на индийских девушках. А ты женился на белой девушке. Ты мне больше не сын. Чтобы мы тебя больше не видели». Они жили в одной стране, но он никогда не позволял сыну приезжать к себе, и сам к нему тоже не ездил. Но через три года он узнал, что у сына появился ребенок. Его жена стала общаться с той семьей по видеосвязи. Она была в восторге. У нее появился внук. Тогда Шинкаранпилай сказал, «Я запрещаю тебе ездить к ним и встречаться с ними. Это белый ребенок. Я не хочу его видеть». Но ребенок рос, и однажды Шинкаранпилай мельком увидел внука. «О, это мой внук». Но он не сдавал позиции. Время шло, ребенку уже исполнилось пять лет. В конце концов, жена заявила ему, «Мне это надоело. С тобой или без тебя, но я еду. Я поеду к ним в Миннесоту». Он пытался остановить свою жену, но он и сам хотел поехать. В итоге они поехали вместе. Та семья жила на большой ферме. Его сын с женой и их маленький мальчик, которому уже было лет шесть. И когда Шинкаранпилай увидел внука, все изменилось. «Черт с ней, с этой проклятой белой женщиной. Неважно. Но у него мои гены. Вот как это работает в Индии». Он был просто без ума от своего внука. Сына с невесткой он и видеть не хотел. Только внука. И теперь он гулял по окрестностям с этим полным жизнью маленьким существом и пребывал в полном восторге. Однажды внук сказал ему, «Дедушка, пойдем я покажу тебя, как я умею стрелять из лука». Вместе они отправились в сарай. Там повсюду были нарисованы мишени. И из центра каждой мишени торчала стрела. Шинкаранпилай посмотрел вокруг. «Это ты так стреляешь?» И его внук ответил, «Да, дедушка, с 50 метров в яблочко». Мы с Шинкаранпилай понеслись в скач. Вот они, наши гены. В Индии был Арджуна, был Экалавья. И теперь все наше наследие проявилось здесь, в Миннесоте. Со слезами на глазах он посмотрел на внука и спросил, «Как это у тебя получается?» «Дедушка, я сначала стреляю, а потом вокруг рисую мишень». Не делайте этого со своей жизнью. Так что же мы хотим сделать, как жизнь? Будучи жизнью, вы хотите стать полноценной жизнью. Весь вопрос в том, как это сделать. Не так ли? Делайте это, как хотите. Но каким-то образом, как жизнь, вы должны раскрыться полностью. Что значит раскрыться полностью? В отношении любой другой частицы жизни, если взять кузнечика, лягушку, тигра или дерево, мы знаем, что такое полноценное манговое дерево, мы знаем, что такое полноценный тигр, мы знаем, что такое полноценный кузнечик, но мы не знаем, что такое полноценный человек. Да? Мы не знаем, что такое полноценный человек. Мы делаем столько всего, и все равно вам неизвестно, полноценно ли вы, на самом деле или нет. Потому что вам кажется, что есть что-то еще и еще и еще. Даже на смертном адре вам все равно будет казаться, что вам чего-то не хватило, что можно было сделать что-то еще. Но ни одно другое создание так не мучается. Если родиться тигром, то чтобы стать хорошим тигром, достаточно просто хорошо питаться. Если родиться человеком и просто хорошо питаться, хорошим человеком вы не станете. Вы учитесь, медитируете, молитесь, ходите в храм, в мечеть, в церковь, куда угодно. Вы призываете всех богов во вселенной, но все равно не понимаете, что, черт возьми, с вами происходит. Да? И вот, наконец, когда вы думаете, что у вас все хорошо, ваши дети выросли, стали подростками, и тогда они скажут вам, ты никуда не годишься. Они вам этого еще не сказали? Я спрашиваю у взрослых. Они вам сказали. Что же такое полноценный человек? Если вы пришли в этот мир как человек, вы должны это выяснить. Не так ли? Нельзя выстрелить неизвестно куда, чтобы потом там нарисовать мишень и сказать, получилось. Это приемлемо для ребенка. Я лишь хочу сказать, что вы переросли этот этап. Намаскарам, меня зовут Римпал Доши, я студентка второго курса магистратуры. Садхгуру, я и многие мои одногруппники задумывались о том, чтобы начать свой бизнес, свой путь в предпринимательстве. Но по сравнению со стабильной работой и высокими зарплатами, которые нам дает степень магистра, предпринимательский путь всегда сопряжен с большим риском и большей неопределенностью. Итак, мой вопрос о том, как можно понять, что в профессиональном плане ты психологически готов для перехода к нетипичной роли. Видите ли, дело не в том, хотите ли вы стать предпринимателем или устроиться на работу, вы не должны воспринимать это так. Вы хотите зарабатывать на жизнь или сделать из себя жизнь? Вот в чем вопрос. Если вы хотите зарабатывать на жизнь, просто найдите что-нибудь безопасное, с достойной оплатой, и все. Будет пища, будет крыша над головой, будет средство передвижения, будут развлечения. Готово. Но внутри вас есть нечто, что вас беспокоит, если вы достаточно осознаны, то есть не считая интоксикацию на выходных, когда вы ничего не понимаете. В противном случае, когда вы не делаете того, что можете, вас что-то беспокоит. Если вы не делаете того, чего не можете, это не проблема. Если вы не делаете того, что можете, это не жизнь, а катастрофа. Эта катастрофа всегда будет вас беспокоить. Вы хотите жить с этим беспокойством или взяться за него? Нужно ли нам за него браться? Почему мы не можем быть счастливыми с тем, что у нас есть? Вам решать. Дело даже не в счастье. Счастливые или несчастные, зависит не от того, что происходит вокруг вас. Люди совершают самоубийство и во дворцах? Да? Да или нет? В прошлом году, в 2021 году в Соединенных Штатах, 108 тысяч человек покончили жизнь самоубийством. Мне неприятно это говорить, но это факт. Если для всех индийцев одобрят визу в эту страну, то 50% населения, даже если им придется добираться вплавь или идти пешком, поплывут туда и пойдут пешком. Вы слышали о путях нелегальных иммигрантов, которые добираются, скажем, до Венесуэлы, и потом оттуда пешком идут до границы Мексики-США, чтобы уже там перелезть через стену. Потому что все то, что, по их мнению, они должны получить в жизни, они хотят получить прямо сейчас. Но в США более 100 тысяч человек в год совершают самоубийство. В благополучных странах наблюдается рост самоубийств и случаев психических расстройств. Очевидно, что ваше представление о рае в чем-то неверно. Все потому, что человеческий опыт рождается внутри вас. Радость или страдания рождаются внутри вас. Когда мы пытаемся заполучить снаружи то, что находится внутри вас, тогда мы переворачиваем мир с ног на голову. С какой целью? В поисках человеческого счастья и благополучия. Не думайте, что это какие-то злодеи разрушают нашу планету. Нет. Это хорошие люди. В поисках своего благополучия переворачивают все с ног на голову. Мы пришли к тому, что этой планеты нам недостаточно. Поэтому нам нужны другие планеты, чтобы перевернуть их тоже. Все это, если вы хотите перевернуть планету с ног на голову, это ваш выбор. Я не против этого. Но вы это делаете в поисках своего благополучия. И вы никогда не сумеете найти его таким образом. Меня беспокоит не моральная сторона ваших поступков, а их неэффективность. Один фермер выращивал картошку. Он отправился на поиски и нашел прекрасное манговое дерево. А потом, чисто по привычке, начал копать землю, чтобы найти манго. Он копал, но ничего не нашел. И поэтому ужасно расстроился. И продолжил копать яростно. А потом на него упало манговое дерево. То же самое происходит и с людьми на этой планете. Вопрос не в том, собираетесь ли вы устроиться на работу, открыть свой бизнес или заняться чем-то еще. Важно то, собираетесь ли вы сделать какой-то вклад в эту жизнь, чем вы можете заполнить пробелы. Потому что в мире очень много пробелов. Да? Человеческая жизнь и общество устроены таким образом, что в них много пробелов. Предположим, вы увидели такой пробел и захотели его заполнить. Это прекрасно. Но кто-то уже его заполняет, и вы начинаете работать на этих людей. Не создавайте дилеммы. Мне стать частным предпринимателем или наемным работником. Взгляните на это с другой стороны. Вы хотите жить этим делом или просто зарабатывать на жизнь? Это не лучший способ жить. Намаскарам, Сангуру. Меня зовут Маниша, я студентка магистратуры. У нас такой вопрос. Когда мы поступаем в бизнес-школу, нам доступно много возможностей. Мероприятия, клубы, вакансии. Поэтому иногда действительно сложно сделать выбор. Предположим, мне предложили работу в топовой консалтинговой фирме. А мои друзья уходят в управление производством. Но все мы в какой-то мере испытываем страх упущенных возможностей. Мой вопрос о том, как нам правильно делать выбор в жизни, чтобы потом вечно не испытывать страх упущенных возможностей. Синдром упущенной выгоды. Я узнал этот термин, когда приезжал сюда шесть лет назад. Очевидно, ничего не изменилось. Видите ли, что бы вы ни делали, вы не можете быть сразу везде во всем космосе. Что бы вы ни делали. В таком случае очевидно, что вы всегда что-то упускаете. Вы не где-то там в космосе, и поэтому пропускаете вспышку сверхновой. Это же плохо. Я бы сказал, что это ваша психология. Никогда не путайте вашу психологическую драму и реальность. То, что происходит у вас в голове, это ваша психологическая драма. Да или нет? Происходит ли эта драма где-то еще? Нет. Вы сами запускаете эту драму. Возможно, это комбинация мыслей, эмоций, мнений, предубеждений и много чего еще. Но, по сути, это ваша драма. Если вы думаете, что ваша драма является объективной реальностью, это уже диагноз. Вы должны понять. Это ваша драма. Все, что сейчас происходит у вас в голове, это ваша драма. Я задам вам простой вопрос. Закройте глаза. Вы сейчас можете представить себе тигра? Можете? Да. Цветок? Да. Можете представить океан, гору? Вы можете представить все, что захотите. Да? Все, что вы видели и все, что запечатлели. Вы можете так или иначе воспроизвести. Это ваш выбор. Но если вы откажетесь от этого выбора и предпочтете быть компульсивными, то, по вашему мнению, все будет происходить из-за кого-то или чего-то. Нет. Это ваша драма. И как только вы перестанете ее режиссировать, мы назовем это безумием. Разные люди находятся на разных уровнях социально приемлемого безумия. Если вы на приемлемом уровне безумия, вас примут в это учреждение. Если вы перейдете черту, то вас примут в учреждение другого рода, здесь неподалеку. Когда я говорю «приемлемый уровень безумия», допустим, двумя пальцами, у вас есть два пальца, допустим, они начнут тыкать вам в глаза. Как бы поступила ваша соседка? Если ей не все равно, она схватит вас за руку, зачем ты это делаешь? Если это не поможет, она позовет еще двоих людей, чтобы связать вас, иначе вы выбьете себе глаз. Если это не поможет, что нам делать? Мы отвезем вас к врачу. Возможно, они дадут вам успокоительное, или, если оно не поможет, придется ампутировать вам пальцы. Такова прогрессия жизни. Это так или иначе случается с людьми. Вы тыкаете в себя своими мыслями и думаете, что это как-то связано с этим учреждением и теми возможностями, которые вам предоставили. Нет. Вы просто тыкаете в себя. Зачем вы так издеваетесь над собой? Если я задам вам простой вопрос, все вы можете ответить «да», «нет» или промолчать. Но я благословлю вас. Вам решать. Хотите ли вы, чтобы ваш интеллект был острым или тупым? Вы просите что-то острое. Если мы дадим вам что-то острое, скажем, я даю вам очень острый нож. Очень острый нож. Теперь вы должны обращаться с ним очень осознанно. У вас должна быть твердая рука. Допустим, вы немного такие... Тогда вы выпустите себе кишки. Это и происходит с людьми каждый день. Их собственные мысли разрезают их на куски. Да или нет? Их собственные мысли и эмоции разрезают их на части, уничтожают их в настоящее время. Одной из самых больших проблем на планете является пандемия психических расстройств. Мы работаем над тем, чтобы смягчить ее последствия, создавая определенные решения. Если вам интересно, мы с вами поделимся. Мы назвали это чудо-ума. Этот ум – величайшее чудо на планете. Вы согласны со мной? Человеческий ум – величайшее чудо на этой планете. На что он способен? Вы смотрите на космический корабль и думаете, что это фантастика. Вы смотрите на суперкомпьютер и думаете, что это фантастика. Вы смотрите на свой телефон и думаете, что это фантастика. Все это – крошечные проявления вот этого чуда. Не так ли? Да. Крошечные проявления вот этого. И мы не знаем, как оно проявит себя завтра. Но это чудо для большинства людей является машиной по производству страданий. Они режут себя на куски, используя его против себя. Если ваши собственные пальцы выковыривают вам глаза, все вокруг поймут, что вы сошли с ума. Да или нет? Но если вас мучают собственные мысли, это, к сожалению, считается нормальным. У нее такой стресс. Вы называете это стрессом, вы называете это тревогой. Можете называть это как угодно. Сейчас выделяют 72 вида психических расстройств. Но, по сути, ваш интеллект обернулся против вас. Если мы удалим вам половину мозга, у вас все будет хорошо. Вы будете умиротворены. Проблема в вашем мозге? Вы из Хайдарабада. Помните, в этом городе где-то 4-5 лет назад одна достаточно популярная телеведущая покончила с собой. Выбросилась из окна своей квартиры на пятом этаже. Она оставила записку. «Я никого не виню в своей смерти. Мой мозг — это мой враг». Чтобы настолько развить ваш мозг, потребовались миллионы лет поисков и усовершенствований, которые мы списываем одним словом «эволюция». Миллионы лет проб и ошибок, поисков и усовершенствований привели к тому, что сегодня ваш мозг обладает такими способностями. И теперь ваш мозг — это ваш враг? Что еще причиняет вам страдания? Где производятся все человеческие страдания? В Бенгалуре? То есть теперь в Бенгалуру? У вас в голове? Не так ли? Так что неважно, какое чудо вам дано, вы научитесь превращать его в несчастье. По сути, проблема в том, что ни в системе образования, начиная с детского сада, ни в современном обществе, к сожалению, никто не говорит вам о том, как обращаться вот с этим. Все рассказывают вам, как покорить мир. Никто не рассказывает вам, как обращаться вот с этим. Качество вашей жизни зависит от того, как вы ощущаете себя здесь и сейчас. Речь не о том, что вы носите, чем владеете, что вы храните в банке, нет. Насколько вы радостны прямо сейчас. Это и есть качество вашей жизни. Что-то в этой жизни мы делаем, что-то не делаем. Если вы попытаетесь делать все, вы садите с ума. Синдром утраченной выгоды — это безумие. Вы создаете разное в своем уме и верите, что это правда. Если вы строите воздушные замки и начинаете верить, что это правда, мы называем это неврозом. Если вы начинаете жить в таком замке, мы называем это психозом. А человек, который приходит забрать арендную плату за этот замок, ваш психиатр. Не делайте этого с собой. Вы в одном из лучших учебных заведений нашей страны. Не нужно на что-то жаловаться. Я не говорю, что здесь все идеально. Во Вселенной не существует идеального места. Везде есть плюсы и минусы. Только вы решаете, что выбрать, плюсы или минусы. Если вы думаете, что существует идеальное место, вы умрете разочарованными. Идеального места не существует нигде. Мы можем стремиться сделать какое-то место лучше, но мы никогда не придем к идеалу, потому что всегда есть что улучшить. И в этом красота жизни. Всегда что-то можно сделать лучше, чем это делается сейчас. Не так ли? Садхгуру, мой следующий вопрос о лидерстве. Как будущие лидеры мы прекрасно понимаем, что будем иметь дело со многими стрессовыми ситуациями. Да? Почему? Находясь на высших руководящих должностях, у нас будет много стрессовых ситуаций, жесткие сроки, в которые мы должны будем уложиться. Это может вызвать множество негативных эмоций, таких как обида, зависть, алчность. Поэтому как лидерам, на которых люди будут равняться завтра, как нам справиться с этими негативными эмоциями, чтобы они не помешали нам самим и не помешали работе нашей команды. Видите ли, в жизни случается множество ситуаций, ситуаций и ситуаций. Вы замечали, что в одной и той же ситуации один человек испытывает стресс, а другой справляется с такой ситуацией легко. Замечали? Такое происходит постоянно. Стрессовых ситуаций просто не существует, есть просто ситуации. Испытывать или не испытывать стресс — решать вам. Если вы хотите испытывать стресс, пожалуйста. Но почему вы делаете такой выбор? Это то, что вам нравится? Нет. Стресс, по сути, означает, что внутри происходит какое-то трение. Трение — это эффективность или неэффективность? Если взять какую угодно машину, трение — это эффективность или неэффективность? Если вы — лидеры, почему вы выбираете трение? Это неэффективно? Достигнем ли мы когда-нибудь идеального уровня эффективности? Нет. Мы всегда стремимся к этому. Всегда стремимся быть все более и более эффективными. Но такова природа человеческого разума и человеческого существования. Что бы вы ни делали, всегда есть способ сделать это лучше. Разве это не прекрасно? Если бы существовал идеальный способ сделать что-то, и вы им воспользовались, то что потом, черт возьми, вы бы стали делать со своей жизнью? Не важно, как вы делаете что-то, все равно есть способ делать это лучше. Это помогает вам двигаться дальше. Стоит вам назвать одну ситуацию стрессовой, а другую — приятной. Вы попадаете в рабство этой приятной ситуации. В результате вы будете культивировать подход «Слава Богу, сегодня пятница». В пятницу, субботу, воскресенье происходят отвратительные вещи. Да? На Западе все полностью вышло из-под контроля. Вы тоже идете в этом направлении. Если бы вы получали удовольствие от всего, что делаете, «Как я могу наслаждаться всем, что я делаю, когда они так поступают со мной?» Вы не можете наслаждаться чем бы то ни было. Если вы радостны, то все, что вы делаете, приятно для вас и для всех вокруг. Если вы несчастны, то все, что вы делаете, вызывает у вас стресс. Замечали такое? Если в какой-то день вы несчастны, то даже самые незначительные вещи, которые вы делаете, вызывают у вас сильный стресс. Если вы очень счастливы, то вы готовы быть гибкими. Да или нет? Вы замечали, что когда вы очень радостны, вы становитесь очень гибкими и готовы делать все, что угодно без остановки. Но если вы немного несчастны, нам придется тащить вас за собой. Вот выбор, который у вас есть. Потому что люди внушили вам неверное представление, что счастье — это то, что можно получить извне. Есть приятные переживания и неприятные переживания. Разделим все на эти две категории. Приятные переживания — это счастье, радость, блаженство, экстаз. Неприятные — это мучения, страдания, гнев, разочарование и так далее. Вы знаете это все. Вы читали об этом или испытывали на собственном опыте? Он студент литературного факультета. Он читал об этом. Или испытал лично. Хорошо. Давайте рассмотрим самую основу. Если это тело становится приятным, мы называем это здоровьем. Вы хотите этого? Хорошо. Четыре человека хотят этого, остальных я благословлю. В этом ваша проблема. Когда речь идет о самых важных вещах, которые вам нужны, чтобы сделать эту жизнь прекрасной, вы не открываете рот и не говорите «да». Вы будете говорить все, что угодно. Я спрашиваю вас еще раз. Вы хотите здоровья? Пожалуйста, скажите одно большое «да». Скажите одно большое «да» для самих себя, не для меня, для себя. Вы должны понять, что существует серьезная медицинская дисциплина. Я не буду сейчас углубляться в подробности, но она утверждает, что ваша внутренняя химия и микроорганизмы, которые обитают внутри вас, они слушают вас. Я спросил вас, вы хотите здоровья? Микробы слушают. А, он не хочет. Они это услышали. Очень важно, чтобы вы выбрали однозначно, потому что для всех ваших начинаний вы должны хотя бы быть здоровы, иначе ничего не получится. Плохое здоровье означает, что тело потребует всего вашего внимания. Если вы здоровы, это значит, что вы можете забыть о теле и делать все, что хотите в этом мире. Да? Свобода или рабство. Если тело будет больным, вам останется только его обслуживать. Оно ничего вам не позволит. Здоровье? Если вот это становится очень приятным, мы называем это удовольствием. Скажите это внятно. Не стесняйтесь. Да? Если ваш ум становится приятным, мы называем это умиротворением. Если ум становится очень приятным, мы называем это радостью. Если эмоции становятся приятными, мы называем это любовью. Если они становятся очень приятными, мы называем это состраданием. Если ваше окружение становится приятным, мы называем это успехом. Создание приятного тела, приятного ума, приятных эмоций и приятной энергии, что называется блаженством и экстазом, все это на сто процентов зависит от вас. Только создание приятной внешней ситуации требует сотрудничества многих людей и многих сил. Это зависит от разных обстоятельств. Но поддержание в приятном состоянии тела, ума, эмоций и энергии на сто процентов зависит от вас. Если вы сейчас испытываете блаженство, а кто-то рядом с вами создает странные ситуации, что здесь поделаешь? Каждый день вокруг меня это создают непрерывно. Надо понимать, что у нас волонтерская организация. Знаете, что это значит? Ни у кого нет квалификации к той работе, которую они выполняют. Все полны энтузиазма, но не знают, как и что, черт возьми, делать. Да, и в любое время, без предупреждения, они могут бросить все и уйти, потому что кто-то им что-то сказал. Не я. Кто-то что-то кому-то сказал. Начинается стресс, и человек уходит. Как в таких условиях управлять глобальным движением? Если кто-то и может испытать стресс, исходить с ума, так это я. Но этого не произойдет, потому что то, что происходит внутри меня, это моя привилегия. Я решаю, что происходит внутри меня. Вокруг меня у каждого своя роль. Я пытаюсь подталкивать их, но у каждого из них своя роль. Без их участия внешние вещи не воплотятся. Потому что то, что происходит внутри вас, должно быть в ваших руках. Это означает, что не существует стрессовой ситуации или приятной ситуации. Вы пребываете в стрессе или в блаженстве. Это ваш выбор. Если вы будете пребывать в блаженстве в любой ситуации, что вы будете делать? Вы сделаете все, что в ваших силах. Ваше тело и ум лучше всего функционируют, когда вы испытываете блаженство или стресс? Испытываете блаженство. Потому что, испытывая стресс, вы не сделаете даже то, что вы способны сделать. Это означает, что вы станете катастрофой. Не обращайтесь с собой таким образом. Вы еще молоды. Садгуру, я хочу поговорить с вами об идее отрешенности. Что случилось? Пытаюсь отвлечь вас от всех этих стрессовых вопросов. Кто эта девушка? Что она с тобой сделала? Он отличный парень. Не нужно его обижать. Тогда другой вопрос. Так вот, 50-60 лет назад, особенно в Индии, большинство из людей проводили всю жизнь в одной деревне или одном городе, удалялись максимум на 20-30 километров. Но теперь от нас этого практически ждут. Мы не останавливаемся на работе, не останавливаемся в отношениях. И от нас постоянно ждут, что мы будем куда-то двигаться. Здесь так же. Через месяц мы получим дипломы, а на следующий день нас попросят съехать из кампуса. Но мы не можем сказать, что не привязываемся ко всему этому. Если говорить о себе, то за 8 лет, проведенных в Индома, комната в общежитии стала моим домом. Тебе нравится твоя подушка? Простите? Подушка. Нравится. Да, я просто пытаюсь рассказать о привязанности. Действительно, привязываешься ко всем этим вещам, а потом это причиняет боль. Как же нам избежать этой привязанности? Что ж, вы называете это привязанностью, но более подходящее слово — это порабощение. Ваша любимая подушка подмяла вас под себя. Я сказал «подушка». Не подружка. Итак, с чем угодно. Посидите на этом стуле три дня, и потом вы не сможете с ним расстаться. Так происходит потому, что ваша вовлеченность в жизнь страдает запором. Только это, это и это. Вы вовлекаетесь только в то, что считаете своим. Я хочу задать вам простой вопрос. Это тело ваше? Думаю, что да. Скажи мне, оно твое или нет, иначе мы примем меры. Простите? Скажи мне, твое оно или нет, иначе мы примем меры. Мое тело. Твое тело. Как ты получил это тело? Откуда? Ничего такого я не делал. Нет, нет. Ты же не родился таким. Да. Я прав? Так что... Тело, которое было вот таким, стало таким. Как это произошло? Это еда, которую вы съели. Еда, которую вы съели. Откуда она пришла? С планеты. С Марса? Или только отсюда? Только отсюда. По сути, вы несете на себя часть планеты. Это почва, не так ли? Или вы поймете это сейчас и сделаете прекрасные вещи в своей жизни. Или все мы это поймем, когда нас похоронят. Тогда это для вас будет бесполезно. Но полезно для мира. Из вас получится хорошее удобрение. Все люди, какими бы хорошими или плохими они ни были, все они хорошее удобрение. Каждый человек. Все мы без исключения. Будем хороши для мира, когда умрем. Но наиболее важно, как эта жизнь происходит сейчас. Итак, это правда, что тело вы накопили из почвы. А планета тоже принадлежит тебе? Скажи. Я часть этого, да. Нет, нет. Я спрашиваю, она принадлежит тебе? А Солнечная система твоя? Я полагаю, здесь только один правильный ответ. Я полагаю, здесь только один правильный ответ. Какой? Я полагаю, здесь только один правильный ответ. Какой? Я думаю, что должен сказать «нет». Можешь сказать все, что угодно. Это не спор. Мы просто исследуем что-то, потому что вопрос — сделай вот что. Вопрос — это очень ценная вещь. Не трать его впустую. Вопрос — это инструмент, чтобы копнуть немного глубже. Вопрос — это не способ выставить себя умнее других. Если не использовать вопросы, чтобы копнуть глубже, невозможно погрузиться достаточно глубоко в свою жизнь. Проверяйте, способен ли любой ваш вопрос привести вас к углубленному пониманию происходящего. Правда ли, что сейчас ты несешь кусочек планеты и называешь его собой? Да. Ты не знаешь, из скольких мест он был собран. Ты не знаешь, из скольких мест прибывает воздух, которым ты дышишь. Я спрашиваю тебя, эта планета принадлежит тебе? Да. Планета не может существовать сама по себе. Ей необходима система, которую мы называем Солнечной. Эта система принадлежит тебе? Да. Да. К сожалению, у вашей вовлеченности большая предвзятость. Вы вовлечены только в то, что ваше, остальное вас не заботит. Если видите своего друга, то радуйтесь. Если это посторонний, то… И поэтому вы страдаете. И вы должны страдать. Вы проабощены, потому что ваша вовлеченность в жизнь страдает запором. Все, чего вы касаетесь, проабощает вас. Если бы ваша вовлеченность была неразделяющей. Вы дышите. И поэтому, что бы ни пришло извне, вы это вдыхаете. Да? Ваше тело не проводит различий. Рядом с вами сидит ваш враг, вы вдыхаете то, что он выдыхает. У вашего тела с этим нет проблем. Но стоит вам увидеть его, тогда ваш ум сразу начинает сопротивляться. Он не захочет дышать. Так что вы страдаете от этого предупреждения. Вы называете это какой-то духовной чепухой. Говорите, это привязанность, это отрешенность. К сожалению, все обвиняют Кришну во всех этих разговорах об отрешенности. Посмотрите на то, как он жил. Он был воплощением вовлеченности. Да или нет? Насколько бы вы мало о нем не знали, его жизнь — это вовлеченность или отрешенность? Скажите мне, вовлеченность — сверхвовлеченность. Ваша вовлеченность не должна выражаться словами, что я от этого получу. Ваша вовлеченность касается всего, но обязательства вы принимаете по своему выбору. Я вовлечен во все, но сейчас я говорю с тобой, мои обязательства касаются тебя. Моя вовлеченность касается всего. Стоит ли это тебе чего-нибудь? Будет ли тебе что-то стоить твоя вовлеченность во все вокруг? Обязательства потребуют времени и энергии. То есть мы должны относиться к обязательствам рационально. Мы уже говорили о том, что наше время ограничено и запас энергии ограничен. Так что к этому стоит относиться рационально. Обязательства всегда рациональны. Вовлеченность же… Почему вы не вовлечены в Солнце, которое разогревает вашу жизнь? Ваша жизнь питается от Солнца. Вы знаете это? Оно принадлежит всему. Но почему не вам? Оно принадлежит вам. И вы принадлежите ему. Обоюдно. Если ограничить вовлеченность, останется порабощение. Не нужно присваивать этому духовные названия. Вы просто порабощены. Но жизненные ситуации будут по-разному пытаться вас освободить. Можно рассказать вам еще одну историю? Конечно, просим. Одно время Шанкаран Пиллай жил в Соединенных Штатах. И в то время он был женат на белой американке. На этот раз сам. Оба они были игроками в гольф. И однажды они пошли поиграть. И у его жены день в плане гольфа вышел неудачным. Она вернулась домой немного взвинченная. Они сели ужинать. Жена вдруг спросила, «Если я умру, ты женишься снова?» Шанкаран Пиллай понял, что у него будут проблемы. Но пока я не понял, с какой стороны они придут. Проблемы будут. Но непонятно, откуда они появятся и в каком виде. Он ответил, «Ну, если я окажусь один, то что мне останется делать?» «Да, я женюсь». «И что, вы будете жить в этом доме?» «Ну а что делать? Это же наш дом. Где мне еще жить?» «Я буду жить здесь?» «И вы будете спать в нашей спальне?» «Ну да, а где еще? Мы же не можем спать в ванной?» «Нам придется спать в спальне, а как иначе?» «И она будет играть моими клюшками для гольфа?» «А, нет, она левша». «Жизнь отстранит вас неоднократно». Если вы слишком привязаны, она освободит вас, не волнуйтесь. Но не нужно ждать, когда жизнь преподаст вам урок. Потому что это будут тяжелые уроки. Будучи человеком, лучше всего оставаться осознанным. Все уроки, которые люди не выучили за прошедшие десять поколений, вы можете усвоить прямо сейчас, посидев здесь десять минут. Да или нет? Если захотите. Если вы сохраните себя осознанными и внимательными к тому, что происходит внутри вас, то за десять минут или за час вы сможете разобраться во всем, с чем мучились ваши родители и их родители и все ваши предки. Вы можете прийти к тому, что вам не придется больше с этим мучиться. Это возможно? Пожалуйста, сделайте это. Мы возвращаемся к вопросам из магистратуры. Каким вопросам? От наших магистрантов. Садгуру, мы часто обнаруживаем, что ставим работу и себя выше людей, которые заботились о нас когда-то. Некоторые из нас не находят времени ответить друзьям за пределами университета или посетить семейные мероприятия. И часто мы чувствуем себя очень виноватыми перед ними. Как вы думаете, оправдан ли такой подход к жизни? Я думаю, что ваши близкие и друзья будут только рады, если вы будете успешны во всем, за что взялись. Если вы будете постоянно отправлять им сообщение и в результате завалите сессию, не думаю, что ваши родители сильно обрадуются. И затем вы скажете им, я завалила сессию, потому что постоянно вам писала. Это будет тяжелым оскорблением. Не делайте так. Вы находитесь здесь с определенной целью. Добейтесь ее. Социальные условности мы соблюдаем в силу наших возможностей. Потому что я не хочу выступать в роли примера. Я ужасен в социальном плане, потому что я завел миллионы друзей. И даже больше, чем друзей. Они мне как семья. И даже больше. Практически все они думают, что я не уделяю им достаточно внимания. Почти все недовольны, потому что я не могу уделять им время. Я бы хотел проводить с ними время. Но если я начну делать это, объем того, что я делаю, сократится. Скажите, что мы должны делать? Важно, чтобы вы делали лучше из того, что для вас возможно. Важно не то, сколько времени вы проводите с друзьями и семьей. Один миг глубокой вовлеченности — это уже хорошо. Даже если вы не увидите их следующие два года или пять лет, это ничего. Потому что люди дрожат этим, а не постоянными глупыми сообщениями. Садгуру, другой аспект студенческой жизни состоит в том, что все мы постоянно сдаем один экзамен за другим. По факту, некоторые сдавали вступительный экзамен по нескольку раз, только чтобы попасть в этот университет. А ты сам его сдал? О, да. Да. Но даже в университете я видел, как другие студенты сдают дополнительные экзамены, участвуют в конкурсах и олимпиадах. Все мы сдаем один экзамен за другим. Но через месяц половина студентов покинет университет, и мы внезапно станем взрослыми. И... А ты это допускаешь? Вопрос в том, как нам выбирать цели в системе без экзаменов, которая ждет нас за пределами университета. Значит, будешь скучать по экзаменам? Тебе будет не хватать того, от чего ты страдал. Я не буду скучать, но сама идея того, что слишком многие из нас существуют в системе сдачи одного экзамена за другим, означает, что после выпуска у нас не будет ориентиров, у нас будет работа, но она не снабдит нас чувством цели. Но если мы на самом деле жаждем добиться чего-то большего в жизни, как нам быть после выпуска? В процессе сдачи экзаменов ты не разрываешься радостью от того, что сможешь проявить все полученные знания? Совершенно верно. Нет. Но стоит экзаменам исчезнуть, тебе будет их не хватать. Я и говорил, что сама структура, к которой мы привыкли… Я понял суть. Но я не буду по ним скучать. Не буду. Ты побуждаешь меня рассказывать все больше и больше историй. Девушки не просят историй. Однажды Шанкаран Пилай участвовал в грандиозной битве со своей женой. Поздно вечером. Он не мог уже продолжать эту грандиозную битву, потому что в семейных дебатах он обычно проигрывал. И он не мог с этим смириться и ушел, хлопнув дверью. Он решил, что с него хватит, и ушел. Всю ночь он слонялся по округе, в 5.30 утра начали открываться заведения, в которых можно было позавтракать. Он отправился в одно такое заведение. Там официант спросил его, «Намаскарам, сэр, чего желаете?» Он был полон энтузиазма. Но Шанкаран Пилай был не в духе. Он сказал, «Я хочу остывшие, чёрствые идли, пересоленный самбар и жидкий, холодный кофе». Официант сказал, «Но почему, сэр? Я могу предложить вам мягкий как пух идли, отличный самбар, горячий крепкий кофе». Шанкаран Пилай ответил, «Идиот, ты думаешь, я пришел сюда поесть? Я по дому скучаю». У нас есть вопросы из зала. Масте, Садгуру, я счастлив видеть вас на свой 21 день рождения. Это сегодня. Здорово. Хочу вас спросить, может ли кино помочь нам в духовном поиске? Кино, даже сегодня, является одним из самых мощных видов искусства, самым влиятельным. почему телевидение не настолько влиятельно, как кино? Потому что у кино есть сильнейшее преимущество, там гасит свет. Попробуйте посмотреть самый лучший фильм при свете. не будет никакого эффекта. Темнота меняет все кардинально. Внезапно действие на экране становится более реальным, чем сама реальность. вы начинаете любить персонажей, которых никогда раньше не видели. Они становятся живым присутствием, не так ли? Потому что в отсутствии света все становится объемным. Вот все, что требуется и в вашей жизни тоже. Если вы выключите свет для всего остального и уделите чему-то внимание, неожиданно оно станет подобным взрыву. Но большинство людей не обладает подобным вниманием в своей жизни. Особенно сегодня люди выставляют свой дефицит внимания как некое достижение. Вы должны понять следующее. Ничто в этой вселенной не откроется вам, пока вы не уделите этому достаточно внимания, достаточно острого, достаточно пристального. Вы останетесь на поверхности жизни, если ваше внимание недостаточно острое. Как привнести внимание? Существует много методов, не будем в это углубляться. Но кино делает это с людьми, потому что стоит выключить свет, и это не оставляет вам выбора. Все проявляется. Итак, раз влияние кино настолько огромно, почему бы им не воспользоваться? Все, что вы считаете важным для благополучия людей, будь это здоровье, благополучие, окружающая среда, духовный процесс, что угодно. Даже политика. Вы должны снять об этом кино, потому что кино имеет такое невероятное влияние на людей. Намасте, Садгуру. Иногда, хотя мы блаженствуем внутри себя, когда мы начинаем думать о наших долгосрочных планах, это постепенно приводит к излишним размышлениям. И тогда ситуация становится стрессовой и ведет к постоянному откладыванию на завтрашний день. Как понять, где провести черту? Хорошо, дальше будут излишние размышления, и дальше идти не следует. Я вижу, что многие молодые люди говорят об этом. Садгуру, как остановить чрезмерные размышления? Не бывает чрезмерных размышлений. Я думаю, что у людей недостаток мышления. Что значит чрезмерное мышление? Мозг человека устроен так, что вы можете думать о сотне вещей одновременно. Но сегодня вас учат думать только о чем-то одном за раз. Тогда вам следовало родиться земляными червями. Не смейтесь, они очень экологичны. Или вы могли бы быть лягушками, тогда вы не смогли бы думать и о двух вещах одновременно. Обладая таким мозгом, думать об одной вещи означает зря тратить человеческие возможности. По той причине, что у вас в голове столько трения, и поэтому вы думаете, что раз одна вещь изводит меня, что будет, если я подумаю о 10? Нет. Вы должны геометрически привнести это в некую согласованность. Когда я говорю о геометрии, вам стоит понимать, что все физическое творение обладает определенной геометрией. Понимаете, о чем я говорю? Многие из вас инженеры, да? Каждая физическая форма обладает геометрией. Без геометрии нет физического существования. Насколько все согласовано, насколько это отлажено, определяет насколько хорошо, работает отдельная конструкция. У этого есть физическая геометрия, химическая геометрия, энергетическая геометрия. Есть разные аспекты геометрии, и наша геометрия не является индивидуальной. Наша геометрия — это следствие нашей планетной системы. Планетная система работала как гончарный круг, чтобы вот это получилось таким. Если бы планетная система работала иначе, мы обладали бы какой-нибудь другой формой. Так что то, кем мы являемся, согласовано с мирозданием. Но насколько все согласовано — вот в чем вопрос. Стоит вам подумать о будущем или начать планировать будущее, многие скажут вам, не думай о завтрашнем дне, не думай о вчерашнем. «Будь в моменте». Читали о таком? Читали о таком? Попробуйте быть где-нибудь еще и покажите мне, как это. Сможете ли вы быть где-то еще? В любом случае, вы в этом моменте. Что это за глупое учение? Можете ли вы быть где-нибудь еще? Да. Можете? Я имею в виду, что физически я буду там. Нет, нет. Я не об этом. Вот ты здесь, но ты думаешь, скажем, о Мумбай. Что неправильного в мыслях о Мумбай? Что неправильного в том, чтобы планировать поездку в Мумбай? Что неправильного в том, чтобы планировать полет на Луну? Я здесь, значит, я не должен думать о чем-либо еще. Что это за глупая позиция? К сожалению, это подается как духовность. В основном большинство людей понимают духовность как ограничение возможностей. Если вы говорите «я духовный», первое, о чем вас спросят, это «чего вы не можете делать». Нет. Если вы духовный, вы можете делать все, что угодно, не оказываясь порабощенными. Это полноценная жизнь. Я могу делать только это. Это не духовность. Это жизнь в режиме запора. Если вы духовный, вы должны быть другими. В любом случае, чтобы понять это, это очень просто. Сейчас, как личность, вы такие, какие есть. У вас есть определенный объем памяти. Вы обладаете памятью. Как личность, вы таковы только благодаря определенной памяти. В чем разница между этой личностью и другой? Это одна память, а это другая. Если бы обе этих личности обладали идентичной памятью, они были бы одинаковыми чат-GPT. Разная память делает вас разными в части переживаний, мнений и во всем остальном. Так что существует память. Используя эту память, мы запускаем определенное воображение. По причине того, что люди обладают ярким чувством памяти, мы ощущаем насыщенность жизни. Мы помним каждую мелочь. Кто-то улыбается нам. Кто-то проявил к нам немного любви или доброты. Мы помним каждую мелочь. Если бы у вас не было этой памяти, у вас было бы смутное ощущение чего-то. И ваша жизнь не была бы насыщенной. Ваша жизнь насыщена в первую очередь благодаря памяти. Но огромное количество людей очень сильно страдает от своей памяти. Спросите их, от чего они страдают. От того, что произошло десять лет назад. От того, что только может произойти послезавтра. Потому что они не понимают, что это их память и воображение заставляют их страдать. Их собственное воображение и память заставляют их страдать. Две эти способности – яркое чувство памяти и фантастическое воображение – это то, что отличает человека от любого другого существа на планете. Ни одно из них не обладает такими умственными способностями, чтобы суметь запомнить такой объем данных и этим воспользоваться. Этот парень хочет создать фильм. Что это означает? Используя свою память, вы собираетесь создать целый новый мир. Что бы вы не хотели создать, вы используете свою память и создаете из нее нечто большее, нечто лучшее, чем то, что есть здесь сейчас. Проблема в отсутствии дисциплины. Ваша система образования не проводит черту между памятью и интеллектом, к сожалению. Вы сидите здесь, и ваша память выплескивается в настоящее. Стоит мне на вас посмотреть, моя память скажет, а он ничего, а он нет, это то, это другое. Все это происходит из существующей памяти. Я не могу воспринимать людей такими, какие они есть, потому что моя память вмешивается во все. Когда моя память проникает во все, я не контролирую то, что мое воображение припишет этому человеку. Если вы смотрите на что-либо, вы должны быть способны видеть это таким, как оно есть, не так ли? В противном случае вы упустите жизнь. Вы просто будете перерабатывать прошлое. Если вам не хватает дисциплины разделить память, воображение и осознанность относительно переживаний, вы не будете жить. Вы будете случаем из психологии, но будете считать, что живете. Ваши мысли и эмоции не являются вашей жизнью. Эта жизнь больше, чем вашей жизни. Этот феномен жизни больше ваших мыслей, больше ваших эмоций, больше ваших идей, больше вашего глупого воображения. Вы пульсируете как жизнь. Это больше всего этого, не так ли? Вообще-то это единственное, что у вас есть в вашей жизни. Остальное – это воображение. Вы когда-нибудь были на похоронах? На чьих-нибудь похоронах, не на своих. Покойный находится в идеальном положении. Подойдите к нему и скажите, «Ты выиграл миллиард в лотерею». Ему это неинтересно. Скажите ему, та женщина, самая красивая женщина на планете, которой ты желал, вот она здесь, для тебя. Неинтересно. На твоем участке нашли золотую жилу. Неинтересно. Говорите ему все, что угодно. Все то, вокруг чего крутилась его жизнь. Ему это неинтересно. Что с ним случилось? Единственное, чего ему теперь не хватает – это жизни. И внезапно все остальное ничего не значит. Почему? Потому что единственное, что у вас есть – это ваша жизнь. Все остальное – ваше воображение. Вы путаете воображение и память с жизненным процессом. Нет. Они могут что-то добавить к вашей жизни, но они не могут быть жизнью. Жизнь происходит сейчас. Вы – пульсирующая жизнь. Если вы – не пульсирующая жизнь, ваши память и воображение сегодня могут быть сохранены в вашем компьютере или где-либо еще, или вы можете создать собственный аватар, но вы все равно не испытаете этого. Разница между памятью, сознанием и воображением отсутствует, потому что система образования – это мешанина. Все они были изначально созданы, чтобы вы соответствовали экономическому двигателю, на котором работает весь этот мир. Вы лишь еще одна шестеренка. Если вы не работаете в качестве маленькой шестеренки, как от вас ожидается, кто-то или что-то раздавит вас. Поэтому важно, что сегодня мы достигли того уровня в мире, что через 15-20 лет возможно будет принят безусловный доход. Это значит, что больше никому не нужно будет зарабатывать на хлеб. Не думайте, что это мелочь. В последние 10, 15, 25, 40, 50 или 100 тысяч лет люди добывали свой хлеб в поте лица. Да или нет? Живя современной жизнью, вы не понимаете, что значит «в поте лица», когда вы за пару кликов оплачиваете сервис доставки, и еда у вас дома. Совсем не так. Если бы вы жили в дикой природе, вы должны были бы ежедневно бороться за пропитание. Если бы вы работали в поле, сами выращивали себе хлеб тяжелым трудом, без перерывов, без отдыха каждый день, вы проходили бы километры за ведром воды. Вот какой была жизнь. За всю историю человечества люди по большей части тратили время, все вместе добывая свой хлеб. Но мы, ваше поколение, приближаемся к тому времени, когда хлеб будет бесплатным, общедоступным почти для всех на планете. Мы уже близки к этому, по крайней мере в большинстве стран. К сожалению, несколько стран лишены этой возможности, но большинство стран введут безусловный доход. Это означает, что вам не придется отрабатывать свой хлеб. Но стоит людям начать получать хлеб бесплатно, в моем понимании того, как люди мыслят сейчас, 40% подсядут на химию, алкоголь и прочие субстанции, потому что не вынесут такой жизни. Если не задействовать инстинкт выживания, то что вы такие же. Без экзаменов, которые относятся к процессу выживания, вы не знаете, что дальше делать. Это важно. Это то время, когда каждый должен научиться, как ему быть. Потому что то, на что способен ваш интеллект, машина, может делать лучше. Машина может делать лучше. Были времена, когда мужчины считали, что их мышцы – это все. Потом появились машины. Одна машина способна заменить тысячу мужчин. Внезапно, мужские мышцы оказались неважны. Дамы, я хочу, чтобы вы понимали, сегодня вы способны делать то, что обычно делали мужчины, на том же уровне и в том же объеме, просто потому что есть машины и технологии. Это не из-за свобод, которых вы достигли. Если бы сила мужских мышц оставалась главной силой на планете, ваше положение никак не изменилось бы. Не так ли? Были времена, когда, если бы вы обладали по-настоящему крупными мышцами, мы бы сделали вас царем Бангалора. Сегодня мы пригласим вас максимум в службу охраны. Хотя и это под вопросом, если говорить только о мышцах. Мы также поинтересуемся, сколько у вас мозгов. Мужские мышцы перестали быть актуальны в последнее столетие, благодаря развитию технологий. Все работники умственного труда беспокоятся о том, что с ними произойдет, если все эти машины будут хранить все данные и совершать все процессы, которые мы делаем, и прекрасно с этим справляться. Когда я говорю «прекрасно справляться», если вы прочитали три книги, то можете стать школьным учителем. Если вы прочитали десять книг, вы можете стать… простите, если я… Я не хочу никого убедить. Если прочитаете десять книг, можете стать профессором университета. Если прочитаете всего одну книгу, то сможете утверждать, что вы посланник небес. Это мир, в котором вы живете, и это изменится, потому что ваш телефон обладает большей памятью, чем все люди, которые здесь собрались, вместе взятые. Начав собирать данные, обрабатывать их и выдавать результат, машины будут делать это намного эффективнее и в больших масштабах, чем вы. Тогда как же мне быть? Не нужно зарабатывать на жизнь, не нужно накапливать данные. Что делать? Вы должны знать. Вы должны к этому подготовиться, иначе вы мигом сойдете со сцены. Это очень и очень важно. Так что первым делом вы должны научиться, как существовать. Это единственное, на что не способна машина – существовать. Вы должны понять. Это ваше главное достижение. Ваше главное достижение – это не степень магистра. Первым делом вы – человек. Человеческая сущность. Мы не называем никакое другое создание на планете сущностью. Мы не называем тигров, слонов, муравьев сущностью. Только вас мы называем человеческой сущностью, потому что предполагается, что вы знаете, как существовать. Это означает, что вы не являетесь инстинктивной, компульсивной реакцией на мир вокруг. Что бы ни происходило вокруг, вы можете выбрать, как вам жить. Вы можете выбрать, как вам жить. Если вы не воспользуетесь этой возможностью, тогда память – это проблема, воображение – это проблема. Одно – проблема, другое – проблема. Все – проблема. Назовите мне что-то одно, что не является проблемой в этом мире. Если вас не примут в детский сад или в школу, вы будете страдать. Если вас примут в школу, сколько там страданий? Нет работы – вы страдаете. Нашли работу – как много страданий? Повышенное давление – люди убивают себя на работе. Бедные страдают от бедности. Сделать их богатыми – они будут страдать от налогов, ломать голову из налогов. Неженатые страдают от того, что неженаты. Но стоит им пожениться… Я ничего не говорил. Я ничего не сказал. Я ничего не сказал. Назовите хотя бы одну чертову вещь, от которой люди не страдают. Так что страдание заключается не в жизни. Все зависит от вас, как вы используете свой интеллект. Знаете ли вы, как существовать или нет? Если вы знаете, как жить, вы выберете блаженство или страдание? Выбирайте. Конечно, блаженство. Если вы в блаженстве, какой бы ни была ситуация, в чем проблема? Мы сделаем то, что можем. То, что не можем, мы делать не будем. То, что мы можем, мы определенно сделаем. То, что мы не можем, мы делать не будем. Но человеческий потенциал может быть исследован только при наличии двух условий. Вы знаете, как существовать, и не беспокойтесь о пропитании. Это время приближается. Пожалуйста, будьте к этому готовы и создайте на этой планете что-то замечательное. Не превращайтесь в тех недотеп, которые погружаются в одну чепуху за другой. Некоторые ученые, ответственные ученые, я разговаривал с очень многими неврологами, психиатрами и прочими, они прогнозируют, что между 2045 и 2055 годами 20% населения мира могут покончить с собой. По ряду причин жизнь станет настолько тяжелой. Я не буду углубляться в это. Один аспект — питание. Второй аспект заключается в том, что ваш инстинкт выживания будет выключен. Не нужно будет сдавать экзамены, не нужно будет ни с кем сражаться, не нужно будет зарабатывать себе на хлеб. Хлеб привезут вам домой. И тогда вы не будете знать, чем заняться и как дальше жить. Если вы не знаете, как жить в эти прекрасные времена, которые близко, которые не проживало ни одно поколение на земле, когда нам не нужно зарабатывать на хлеб, тогда мы потратим это время впустую. Ожидается, что 40% людей примутся за алкоголь и наркотики, 20% могут совершить самоубийство. Других 10-15% ждут самые разные нарушения психики. Еще 10-15% могут начать делать что-то замечательное, потому что без необходимости зарабатывать на кусок хлеба расцветет их гениальность. Они смогут задействовать свой интеллект с ранних лет, чтобы создать что-то. Я хочу убедиться, что у нас получится изменить это соотношение. И минимум 50% людей будут создавать что-то замечательное. Мы можем принять последние вопросы. Пожалуйста, передайте микрофон во второй ряд. Сейчас в Индии проводят эксперимент. Кажется, Центральный комитет среднего образования или школы одного дая, экзамены с открытой книгой. Слышали об этом? Мне бы это понравилось. Но вам, наверное, нет, потому что где тогда сложности? Намасте, Садгуру. У меня очень простой вопрос. Вы верите в концепцию рока или судьбы? Зачем мне верить в ваши концепции? Не в мою. В концепцию вообще. Должны ли мы верить в концепцию рока или судьбы? Видите ли, по сути, в представлении людей судьба означает, что есть пункт назначения, которого вы достигнете при любых обстоятельствах. Да? Существует пункт назначения, и в любом случае вы туда попадете, несмотря ни на что. Попробуйте вот что. Сегодня. Что вы водите? Автомобиль или мотоцикл? Автомобиль. Автомобиль. Поезжайте домой с закрытыми глазами. Я найду астролога, который предскажет вам, что вы доживете до 80 или 85 лет. Определенно у вас будет прекрасная семейная жизнь, жена, дети и все, что пожелаете. Все будет прекрасно. Я добуду вам все предсказания. Просто сядьте за руль и поезжайте домой с закрытыми глазами. Посмотрим, куда вы доедете. Я думаю, что мы знаем, откуда надо будет вас забирать, и многих других несчастных тоже. Только потому, что у вас открыты глаза и вы аккуратно ведете машину, вы, может быть, окажетесь дома. Гарантий нет. Да? Только потому, что я хороший водитель. Нет гарантий, что я непременно доеду до дома. Возможно, я доеду до дома. Я сделаю все возможное. Это другой разговор. Но гарантий нет. Кто-нибудь приходит в этот мир с гарантийным талоном. Такого не бывает. Судьба и рог – это все обещания для поверхностных умов, которые не хотят создавать что-либо. Такие люди думают, что кто-то решил все за них и все неотвратимо произойдет. Такое отношение разрушает весь человеческий потенциал. Во всем этом, к сожалению, вы обвиняете, как правило, Партху Саради. Пожалуйста, поймите, он держит в руках поводья колесницы. Человек, который верит, что эта колесница в любом случае поедет туда, куда должна, станет ли он управлять ей? Это означает, что он стоит у руля? Да или нет? И он не верит, что другие дураки будут управлять ей как следует. Вот почему он стоит и управляет ей сам. Вы думаете, он говорит вам, что это ваша судьба? Вот и все, что это значит. Тот дурак думает, что выиграет войну. Он ему отвечает, что так не бывает. Любая сторона может выиграть войну. Кто угодно может быть убит в первый момент битвы. Ты можешь быть величайшим героем, но стоит тебе отвлечься на мгновение, и ты умрешь. Он говорит, делай то, что необходимо делать, и делай это наилучшим возможным образом, и пусть произойдет то, что произойдет. Такова природа жизни. Но поскольку вы не знаете, как справиться с завтрашним днем, поскольку у вас нет ни плана, ни приверженности ему следовать, вам нужен божественный план. Судьба и рок означают божественный план. Какого черта вы решили, что Бог сидит наверху? Где вы думаете? Где, как вы думаете, Он находится? Внизу или наверху? Внутри. Внутри. В таком случае вы должны заняться планированием, и вы же должны заняться воплощением. Если Он внутри, нет проблем. Внутри вас есть Бог. Давайте разберемся с этим. Потому что у любого из вас в вашем теле есть только одна личность, или две, три, или больше. Есть кто-нибудь, у кого больше одной? Если у вас больше одной личности, вы или шизофреник, или вы одержимы. Вам нужен либо психиатр, либо экзорцист. Потому что оба состояния нуждаются в профессиональной помощи. Это сущность. Вы знаете, почему мы называем это индивидуальностью? Потому что это невозможно делить далее. Если вы думаете, что вас двое, вы уже больны. Это всего одна сущность. И если она радостна, это я. Если она страдает, это я. Если у меня это получается, это я. Не получается, это я. Тогда вы сильны. Когда вы думаете, если у меня получилось, это я. А если не получилось, это злой рок. Тогда вы нашли философию, чтобы расслабиться и поесть. Но вы не нашли способа запустить эту жизнь на максимум ее возможностей. Если вы не хотите делать все эти вещи – ничего. Но, по крайней мере, должно произойти то, чего вы хотите, не так ли? Вы отказываетесь от этого, потому что думаете, что это не ваша судьба, или наоборот, это ваша судьба. Это просто объяснение. У неуспешных в жизни людей всегда есть оправдание. Люди, которые добились успеха, ничего не объясняют, потому что знают, что это бесконечное стремление. Бесконечное стремление. По-другому быть не может. По поводу того, что такое судьба и что вы делаете, а что не делаете, могу я рассказать вам небольшую историю. Это школьная история. В одной индийской семье в США был мальчик, которому было около 8 лет. Но вы знаете индийские семьи. Образование, образование. Потому что 2, 3, 5, 10 поколений страдали от бедности. По крайней мере, это поколение немного успокоилось, но поколение наших родителей не уставало повторять образование, образование, что с тобой будет без образования. Все в таком духе. Куда бы они ни отправились, все одно и то же. Ребенок учится, у него все хорошо, но по математике он набирает только 95 баллов. Мать и отец очень переживают, где остальные 5 баллов. Так что они захотели отдать его в другую школу, где математику преподавали лучше. Он учился в государственной школе, они забрали его оттуда и отдали в католическую. Он начал ходить туда. Через 3 месяца мальчик начал получать 100 из 100 баллов. Только 100 из 100. Однажды родители спросили его, кто твой учитель? Мы хотим с ним познакомиться. Он совершил с тобой чудо. Мальчик сказал, нет, нет, это не учитель. Тогда что же? Просто на входе в школу висит один человек, прибитый к плюсу. Я не хочу тоже туда попасть. Поэтому стараюсь изо всех сил. Понятно? Так что иногда вас нужно проткнуть гвоздем, чтобы расшевелить. Не делайте так. Никто не должен подгонять вас кнутом. Ситуации не должны подталкивать вас, чтобы вы жили в полную силу. Вы сами должны быть на полных оборотах. Это случится только если вы радостны и воодушевлены по своей природе. Вы хотите жить на полных оборотах, только когда вы радостны. Немного расстройства, немного депрессии, немного еще чего-нибудь и вы думаете, «Такова моя судьба». Нет. Это не ваша судьба. Вы ищите оправдание своей литургии. Вы ищите оправдание своим неудачам. Никогда не ищите оправдание своим неудачам. Просто скажите, «Хорошо, у меня не получилось. Может быть, я не хочу успеха». Просто скажите, «Я не хочу успеха» и через три дня все внутри вас будет жаждать успеха. Если вы скажете, «У меня ничего не вышло, потому что звезды не сошлись». Звезды даже не в курсе, что вы существуете. И большинство из тех, которые вы видите, уже не существуют. Они погибли много лет назад, но они определяют ваше будущее. Это не лучший способ вести дела. Я посещаю магистратуру в рамках программы для работающих профессионалов. Мы должны совмещать работу и магистратуру, и то и другое неизбежно. Для меня трудно переключаться. После завершения работы мы должны еще идти на лекции. Что вы посоветовали и какое есть решение? Очень непросто переключаться. Умственно тяжело. Видите ли, вместо того, чтобы думать о лекциях, думайте об учебе. Вы здесь, чтобы учиться. Вы здесь не для того, чтобы сидеть на лекциях, не для того, чтобы задавать экзамены, а для того, чтобы научиться чему-то. Да, это учебное заведение, не так ли? Вам нужно изменить этот контекст. Вы здесь, чтобы учиться. Можете ли вы полноценно работать, если не продолжаете постоянно учиться? Чем бы вы ни занимались? Что бы вы ни делали? Даже если вы просто чините велосипеды, сможете ли вы делать это хорошо, если не будете постоянно учиться? Будь это простая вещь или сложная, вы должны непрерывно учиться, вот когда вы будете делать это хорошо, не так ли? Нахождение в этом учреждении – это учеба. Учеба поддержит работу. Но сегодня учеба превратилась в труд. Выполнять этот труд, а также и работу, которая тоже труд? Нет. Вы не должны работать в этой жизни. Не работайте. Делайте то, что вам хочется. Делайте то, что имеет для вас значение. Когда вы заняты тем, что имеет для вас значение, ничто не будет в тягость. Даже если это занимает 48 часов в сутки, вы хотите этим заниматься. Сейчас в Индии поднимают вопрос о 36-часовой рабочей неделе. Один очень успешный пангалуарец сказал 70 часов в неделю, и все протестуют. Я спросил, почему всего 70 часов? Если вы заняты тем, что по-настоящему любите делать, почему вы хотите для этого только 70 часов? Если вы исповедуете, слава Богу, пятницу, тогда вы будете постоянно думать о том, как делать меньше. Такова печальная реальность рынка, которая проник во все сферы нашей жизни. Если вы сегодня пойдете покупать овощи и купите за 80 рупий то, что стоит 100 рупий, например, тыкву, люди скажут, что вы умный человек. Вы дали меньше и получили больше. Это значит, что вы умны, не так ли? Но если вы даете больше, а при этом получаете меньше, то люди подумают, что вы глупы. Правильно? Но вы должны понимать динамику жизни. Ваша жизнь станет по-настоящему насыщенной только когда вы будете готовы с головой броситься в любое дело, которое делаете. И вам будет все равно, что из этого выйдет. Вы даже не будете сосредоточены на этом. Вы будете просто преданы тому, что делаете. Что получится, то получится, в зависимости от ваших способностей. Но вас это не волнует. Вас волнует только то, что жизнь дает вам возможность делать то, что вы хотите. Вот что важно. Что вы будете делать с тем, что получите? Вы хотите носить это на голове? Эта чепуха имеет только социальное значение. Какой у меня счет в банке? У меня миллион долларов. Где он? Это только ваше воображение. Если я сотру вашу память, мне не придется похищать у вас миллион долларов. Если я сотру вашу память, ваш миллион долларов исчезнет. Есть сколько угодно таких людей, которые хранили деньги в швейцарских банках, и которых постигла такая участь. Они писали номер счета на нижнем белье. Если оно терялось, нам известны подобные люди. Они писали номер счета на нижнем белье, потому что это единственное место, где его никто не сможет увидеть. Но однажды нижнее белье терялось вместе с деньгами, потому что вы не помните номер. Я хочу сказать, что то, о чем вы думаете, как о своей собственности, не главное. Единственное, что у вас есть в вашей жизни – это только одно. Пожалуйста, посмотрите на это очень внимательно. Насколько глубоким является ваш жизненный опыт? Какой эффект от вашей деятельности? Это все, что у вас есть. Все прочее – ваше воображение. Каждый момент вашей жизни, чем бы вы ни занимались, как сделать это глубоким опытом? Любая простая вещь. Не обязательно делать что-то сверхсложное. Вчера я был на игре женской премьер-лигию Индии по крикету. Меня пригласили, я пришел туда, смотрел на игру, а потом спросил, с какого возраста девочки могут участвовать в игре? Они сказали, им должно быть 18. Но Сачин Тандалкар принимал участие в тестовых матчах с 16. Нет, те дни прошли, теперь все по-другому. Я спросил, почему прошли? Этот мальчик… Я разговаривал с ним, о том, что он делал. Этот мальчик просто хотел бить по мячу, бить по мячу. Он не думал о деньгах, не думал о славе, не думал о том, как получить орден Баратратна. Он просто бил по мячу, бил по мячу. Абсолютно преданно бил по мячу. Я не хочу вдаваться в подробности. О нем есть захватывающие истории, как он чего добился. Но в итоге он так хорошо отбил мяч, что его наградили Баратратной. Просто за то, что он отбил дурацкий мяч. Да. Не важно, насколько проста деятельность, если вы выполняете ее невероятным образом. Вы станете жемчужиной этой страны. Завершая сегодняшнюю встречу, я выражаю искреннюю благодарность Садгуру за то, что он сегодня с нами. Ваши слова и мысли нашли отклик у нас, и мы просто благодарны за это замечательное общение. Спасибо. 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 Спасибо.